Здравствуйте, дорогие друзья! В сегодняшнем видео не будет происходить ничего выдающегося, либо слишком интересного, кроме как переселение субулин в новый контейнер. Как вы знаете из предыдущих видео, ко мне недавно пришло 15 взрослых субулинок. Это древесный вид улиток, один из самых маленьких видов, содержащихся в неволе. Пересаживаться будут они вот в такой контейнер. Да, тут слегка неправильная вентиляция, но в целом этого достаточно. Тут у меня лежал кормовый объект, поэтому так запотело. В принципе, обычно такого не происходит. Вот, 2,8 литра, так сказать, на вырост. На 10 субулин идет в среднем литр объема. Да, язык заплетается, уже 4 часа ночи. Ну, а что поделать? Вот так вот внешне оно обустроено. Немного палочек с лишайником и мох на низ. Дальше будем подбирать какую-то маленькую емкость под кальций. Ну, и еду уже положим просто на мох. Вот такие вот у нас контейнеры с субулинками. Вот такие козявочки. На крышке, по-моему, нет... А, нет, на крышке есть малышня. Вот, сейчас, если это все будет видно, вот тут вот у нас, прям под моим пальцем, есть 2 малыша. 2 крохотные маленькие субулинки. Вот такие вот красавицы. Совсем еще миниатюрные. Но от этого не менее активные. Как их оттуда доставать, я ума не приложу. Возможно, положим эту мисочку в качестве еды. Ну, в качестве миски для еды. И впоследствии я ее уберу, как только они вылезут. Ну, а пока что будем переселять взрослых. Вот. Одна из верхних улиточек. Фокус. Оп. Вот такая вот масенькая красотулина. Хорошие активные улиточки. В принципе, интересный вид для содержания. Плюс субулин в том, что они достаточно компактные. И при всем при этом размножаются с огромной скоростью. Ну, это можно назвать и плюсом, и минусом. Итак. Вот у нас еще есть парочка. Вот субулинки. И аккуратненько, дабы не повредить молодежь, будем высыпать это все дело. Оп. Так же у нас тут имеется старая еда. Вот. Проверяем на наличие малышни. Ну, мелких вроде нету. И откладываем это. Вон на стеночке имеется еще одна субулина. Тоже достаточно крупненькая. Вот. Хороший ребенок. Фокус ловится достаточно плохо на них, но будем пытаться. И оп. Вот так это все дело и происходит. Сейчас я за кадром попытаюсь осмотреть еще контейнерное наличие деток и вернусь к видео. Итак. В контейнере находилось еще пару яиц и штук пять совсем маленьких улиточек. Поэтому все это было оперативненько вытряхнуто и отправлено в контейнер. Вот у нас имеется тут кусочек кабачка. Мы его так и оставим. И положу им морковку. Ну, все, что есть на данном этапе. Вот так это все дело будет выглядеть. Думаю, улитосины выйдут на запах еды. И все будет нормально. Ну, и так же слегка увлажним наш грунт. Да, камера с ума сходит, когда появляется опрыскиватель в кадре. Ну, что уж поделать. Сверху видны и яйца, и мелкие субулины, и взрослые субулины. Это так при приближении очень большом. Пока что мы их оставим в покое. Кстати, да, вот то, что я обещала сделать, я так и не сделала. Перекладываем это все на кормушечку. Тут пара малышей, я попробую их вместе с едой потом пересадить. И вот так вот закрываем. На этом наше видео будет подходить к концу. Я попробую оставить их на несколько минут в покое и потом вернуться к видео. Может быть, что-то изменится. Ну, а тем временем мы вернулись к нашим субулиным. Давайте посмотрим, какие изменения произошли. в принципе, как по мне, то особо никаких изменений нет. Не заглядывала я к ним около 30 минут. В принципе, за это время вот вижу пару козявочек переместилось уже к еде. одна козявка сидит снизу, вторая козявка сидит уже ближе к еде. Попробуем парочку морковок переложить в сам грунт. Может, это их привлечет. Ну, и вот под кормушкой уже видно парочку субулин и несколько яиц. На самом деле, вам, скорее всего, плохо видно, но мне так худо-бедно. в целом можно считать заселение удачным. Спасибо, что досмотрели данный ролик до конца. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, и всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Ну, а субулином с новоселием. Все. всем пока. Субтитры